Всем привет! Сегодня мы всерьез поговорим о расслоении. Нет, не классовом, это не протоканал. Мы поговорим о работе слоев и их связи с проходимостью плиток карты. Само управление слоями находится вот здесь, в меню «Слои», что логично. По умолчанию, если не лезть в настройки шаловливыми ручонками, слои будут распределяться автоматически. То есть, если до этого вы уже пользовались RPG Maker MV, то разницы не почувствуете. Тем не менее, здесь даже автоматика не кидает все на один слой. Чтобы убедиться в этом, просто переключимся с автоматического режима на слой номер один. Мы видим, что часть тайлов стали прозрачными. Это говорит о том, что слой, на котором они находятся, сейчас не редактируется. Все тайлы категории «А» автоматика смело пихает на первый, самый нижний слой. Если представить слои как тортик, то первый слой – это бисквит, второй – крем, третий – тоже бисквит, а четвертый – шоколадная глазурь. Мне так проще осознать порядок отображения. Также автоматика, не сильно напрягаясь, покидала основную массу плиток категории «Б» и «С» на слой номер четыре. И только в тех местах, где одни плитки обрезают другие, спустилась на слой ниже, чтобы закрасить это недоразумение. Это годная, понятная и рабочая схема. Но давайте попробуем добавить в нее чуть больше осмысленности. Первонаперво, нужно помнить, что если один тайл полностью закрашен, а другой имеет элементы прозрачности, их не стоит накладывать друг на друга в одном слое. Если вы хотите, чтобы один тайл просвечивал сквозь второй, положите его на слой ниже, а тот, через который нужно просвечивать, на слой над ним. Тогда тайлы не будут стирать друг друга. Как я просила вас заметить, плитка ступенек разделяет массу других плиток некрасивыми полосами. Это если они на одном слое. Если ступеньки на слой выше, такая проблема уже отсутствует. Слои при чутком и самостоятельном использовании позволяют сделать пейзаж несколько менее квадратно-гнездовым. А теперь внимательно! Плитки, просто положенные на самый верхний слой, не начинают находиться поверх персонажа. Это не работа тайлов, а работа настроек проходимости. Они находятся по адресу базы данных тайлсеты и настраиваются для каждой плитки отдельно. Сухая теория звучит вот так. На каком бы слое не находилась плитка, помеченная звездочкой, она будет поверх плиток крестиков и плиток ноликов. Плитку-звездочку на другом слое перекроет только другая плитка-звездочка. На тайлах категории А нет возможности присваивать звездочки. На практике выглядит вот так. Верхняя крона-звездочка, как и верх обелиска. Но вот основание плиты-крестик. И даже на слое поверх все равно уйдет под крону. Другая немаловажная деталь-пустой тайл. Пустым тайлом можно стирать ненужные плитки на слоях. Но есть подвох. Согласно базе данных, пустой тайл категории А является тайлом-крестиком. Он непроходим. А значит, если мы с его помощью стираем препятствие, оно никуда не денется. Просто будет заменено невидимым. Вот наша бочка. Мы убираем ее таким способом. Но при тесте игры место не становится проходимым. Для этого есть пустой тайл в категории Б. Он всегда там есть. В базе данных он помечен звездочкой. Соответственно, он проходим. Но только в том случае, если под ним уже есть проходимый тайл. Если под ним на нижнем слое лежит непроходимая плитка, пройти не получится. В случае с нашей бочкой, под ней вполне проходимая травка. Запомните эти простые нюансы и создание локаций заиграет для вас новыми красками. Спасибо за просмотр! Видео выходит на канале каждый четверг в 19.00 по Москве. По пятницам и субботам стримы. Не бойтесь творить! Все получится!